Мы, жители поселка Верхнебаганского, обращаемся к нашим администрациям, к нашим депутатам и к администрации города Новороссийска, чтобы обратили на нашу проблему, связанную с пешеходным переходом, который мы не можем перейти нормально. Невозможно перейти. Сверху летят машины, грузовые, федеральная трасса, нет пешеходного перехода. Дети в школу идут. Этот участок, получается, отрезанный вообще от поселка. Как туда пройти? Один пешеходный мост, где ЖД вокзал? И как вот дети наши ходят в школу через железную дорогу? Недавно вот тоже произошел случай 29-го числа. Парня сбили на пешеходном переходе. До этого моего брата тоже сбивали, хотя он переходил тоже по пешеходному переходу, но его также сбили. Потому что одна машина остановилась, а другая, которая шла на обгон, просто не притормозила и сбила моего брата. Очень страшно переходить эту трассу, потому что машины едут, набирают ход с горы и не хотят тормозить. Так же, как и сверху летят с горы и тоже не хотят тормозить, особенно зерновики и большегрузы. Мы просим, чтобы нам сделали пешеходный поверху. Нам не нужно его закрывать. Просто киньте нам 4 плиты и поставьте 2 ступеньки, чтобы мы просто зашли и спустились. И все. Потому что у нас дети не могут перейти в школу. Элементарно просто. Они начинают переходить, машины останавливаются, а снизу машины несутся и начинают обгон. И то есть наши дети не могут перейти в школу. Мы обращались в нашу администрацию, в поселок Верхнебаганского, в город обращались в администрацию. Результаты ноль. Обещали проложить на правду в другом месте тротуар. Но на данный момент нам сейчас более важно по Краснодарской трассе, в федеральной трассе, сделать тротуар, чтобы наши дети могли, и не только дети, и мы также могли проходить безопасно вдоль трассы. Потому что нам говорят, если вы здесь не можете проходить до светофора, светофор немного дальше находится. Но там у нас нет так же ни тротуара, ничего. Мы идем по трассе. Это очень опасно для нас, для наших детей, для жителей поселка Верхнебаганского. Я знаю.